Друзья, как вы заметили, в очередной раз Неожиданно пришла зима И автомобили стали заводиться хуже Этому, конечно, может способствовать множество факторов Но одна из главных причин плохого запуска двигателя в мороз Полностью исправного автомобиля Это, конечно же, замерзание масла Пусть у вас даже будет новый аккумулятор Все отлично с двигателем Но масло может замерзнуть настолько сильно Что вы все равно поедете на автобусе Да и к тому же, замерзшее масло Сильно сокращает ресурс двигателя И повышается расход топлива именно на прогревах Из-за того, что тратится больше энергии На прокачку и перемешивание вот этого густого масла Об этом я уже, кстати, рассказывал Кто пропустил такое видео, обязательно его посмотрите Там же и первый тест на заморозку Ну так вот, для того, чтобы без проблем Заводить автомобиль в мороз Необходимо правильно подобрать масло Казалось бы, на канистре уже все написано Но, как мы выяснили Масла с одинаковой вязкостью На практике ведут себя по-разному И сегодня мы точно выясним Какое из масел более устойчивое к замерзанию Кстати, у нас еще не завершены эксперименты в лаборатории Но, как вы сами понимаете Сейчас очень актуальны тесты на холоде Поэтому уделим пару серий Именно заморозки моторных масел Ну что ж, пойдемте в гараж Начинаем эксперимент Сначала проверим масло с вязкостью 5w30 Присвоим каждому маслу номер Для того, чтобы по 10 раз не подписывать сам стенд И пробирки Для наглядности удобнее делать по 10 штук Вот, если делать больше То не успеваешь за всеми уследить Поэтому мы сейчас прогоним все масла по 10 штук А затем выберем лидирующих И сравним их между собой Для начала Развельем масла по пробиркам Номер один Liqui Moly Номер два Genesis GlideTech Три General Motors Четыре Polymerium Пять Хиндаевское масло Шесть Травинол Семь Бордаль Восемь Оригинальное Ниссановское масло Девять Lucoyl Lux Ну а 10 номер Будет у нас опять Темная лошадка Название которой Вы знаете в конце выпуска Первый тест На плюсовой температуре Для начала Сделаем тест в гараже Первое видим что Ниссановское масло Второе Polymerium Третье Lucoyl Предпоследняя GM Ну и сильно Остает 10 номер Ну ладно Идемте на улицу С явным отрывом Побеждает Ниссановское масло Второе место Polymerium За ним Одновременно Liqui Moly И Lucoyl Lux Четвертый Бордаль Пятый Genesis Шестой Hyundai Седьмой General Motors И последний Еще только стартует Десятый номер Температура Минус 20 И Как мы видим Определенным маслам Даже и этого Достаточно Чтобы потерять Текучесть Десятый номер У нас был Lucoyl Standard Минеральное масло 10W40 Классификация SF Я даже не знаю Куда такие масла Вообще Сейчас заливают В наше время Если Кто-то есть Из моих зрителей Кто заливает Такое масло Отпишитесь В комментариях Обязательно Хочется знать Куда вы его льете И как оно себя ведет Подготовил новые пробирки К следующему тесту И подписал лидера Его мы не переливаем Сейчас Также будет вязкость 5W30 Субтитры сделал DimaTorzok Как обычно Тест в гараже Первый идет Неста Сити За ним разом И Демитсу Шелл И Пентезин Третья Ленирос Ну что ж Начинаем Ну если что Я сделаю Ускорение Записи Чтобы легче Было смотреть Так как На морозе Они опускаются Очень медленно Ну первый Так и остался Неста Сити Второе место И Демитсу И Пентезин На третье У нас Опустился Шелл Четвертое место Одновременно Эльф И Аниос Пятое Ваговское масло Шестое Фордовское Седьмое Мазда И восьмое Митсубиши В этом тесте У нас победил Неста Сити Кстати Кто смотрел Предыдущий выпуск Думаю Помните Что там Победил У нас Джи Энерджи Его так же Нальем Для финального Теста Хочу предоставить Вашему вниманию Канал Твейгараж На котором Можно увидеть Много видео По ремонту И доработке Автоваза Обзоры Всяческих Автомобильных Гаджетов И с недавних пор Начали появляться Автообзоры Ссылка на канал В описании Под видео Так Ну а сейчас 5В40 И так же Сначала Нумеруем масла Для того Чтобы не запутаться Делаем еще номер Эксперимента Ну это чисто для себя На видео Подпишу отдельно Все Ну первое масло Как вы уже поняли Ликвимоли Малеген Второе Газпромнефть Премиум Н Третье Мобил 3000 Четвертое Полимериум Икс Про 1 Пятая Хада Шестое Манол Экстрим Седьмое Бордаль Восьмое Шелхеликс Ашекс 8 Девятое Лукойл Люкс Ну а десятое Вы видите В ходе Эксперимента Девятое 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 Не буду Девятое Девятое Не буду долго томить, 10 номер это присадка Full Metal, конечно не в чистом виде, а с маслом. Посмотрим насколько она повышает вязкость, так как сами видите она очень густая. Смешивать будем с тем же бордалем. Если банка 400 миллилитров идет на 6 литров масла, значит это одна пятнадцатая часть. С помощью шприца мы это отмеряем. Берем 30 миллилитров масла и 2 миллилитра присадки. Смотрите какая она густая. Не так-то просто ее еще размешать. Ну вот после нагрева в принципе легко размешалось. Все готово, идемте на улицу. Температура минус 21 и мы начинаем. Первое место полимериум. За ним почти вместе Ликви Молли, Газпром и Мобил. Третье место Хада. Четвертое Лукойл Люкс. Пятое Манолый Бордаль. Шестое Бордаль с присадкой. Кстати видим как повысилась вязкость за счет добавления присадки. И седьмое место Шелл Хеликс. Ну что ж, в этом эксперименте победил полимериум. Подписываем пробирку и оставляем ее на финальный тест. И еще партия масел с вязкостью 5В40. Номер один Кикс. Два Фукс Титан. Три Лукойл Люкс. Четыре Дженезис Арматек. Пятый Газпром Нефть. Шестое Тойотовское масло. Седьмое Эльф. Восьмое Одинол. Девятое Зиг. Кстати он уже был на тестах. Если вы помните, я переливал его в бутылочку. Так как человек не оставил мне всю канистру. Из-за того что ему требовалось масло на доливку. И там как раз чуть-чуть осталось для заморозки самое то. 52 номер мощный продукт, который продается в Ашане, называется Каждый День. Масла разлиты и сначала как обычно делаем тест в тепле. А на улице у нас сегодня тепло. Всего минус 19 градусов. Должно быть достаточно для сравнения. Первый идет Динол. Второе место одновременно Кикс, Дженезис и Тойота. Третье Эльф. Зиг и Каждый День. Каждый День конечно удивляет. Пятое Титан. Шестое Газпром Супер. Кстати не путайте его с предыдущим. Там был Премиум. И последнее место Лукойл Люкс. В этом тесте победил Одинол. Также подписываем пробирку и оставляем ее на финал. Ну что же друзья. На сегодня все. В следующей серии мы заморозим масла связкой сетью 10В40. И проведем общий финальный тест. Спасибо всем за внимание. И пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.